смотрите какой у нас целый день дождь идет прямо с самого утра сейчас уже 6 часов вечера уже утихает не успела я взяться за камеру потому что такой сейчас сорвался шквал буквально три минуты как задуло как налетел очень очень сильный ливень и вот опять он сейчас превращается в такой ровный дождь как шел с утра сегодня с одной стороны это и хорошо конечно сегодня очень хорошо пролило у нас все а с другой стороны а газон просто радуется с другой стороны розам не особо комфортно они очень сильно напитались водой все поникли и те которые еще бы продержались пару дней уже начинают очень сильно облетать жалко конечно очень жалко завтра когда все утихомирится поснимаю в каком состоянии мой сад после сегодняшнего шквального ветра и сильного ливня черешня уже краснеет видно вам видите утихла буквально сразу утихал но моросит и моросит привет привет мои прекрасные зрители ну что как вам вчерашний дождик сразу процентов 50 роз которые цветут уже некоторое время обсыпались те которые зацвели недавно они еще крепкие у них лепестки еще хорошо держатся поэтому они не обсыпаются а вот те что цветут давно они уже осыпались и моя красавица пионовидные шарики за элвик роуз я даже на нее не успела насмотреться потому что она расцвела первое у меня в этом уголочке в этой композиции шаровидных роз и вот уже второе цветение скоро поэтому те что отсвели нужно удалить а есть еще вот бутончики замечательно но это надо секатором конечно так некрасиво не аккуратно секатором это все сделаю обращаю ваше внимание какое славное сочетание здесь помпончиков розовых помпончиков малиново-бордовых посмотрите какая серединка у роза скот это очень такая характерная вот по этой серединке конечно всегда узнаю что это за роза вот тоже цветочек попортился дождя думала там что-то сидит внутри а это просто листик до сочетание с этими шариками розовыми просто прелесть а скоро расцветет еще белые шарики вот они смотрите красота какая правда это мадам фигаро она почти белая слегка у нее есть розоватый такой привкус флер и эти три сорта вместе я всегда ими любуюсь я такая молодец что я их посадила вот искала искала именно такие чтобы сочетались по форме и мне кажется что это идеальное сочетание смотрите как мадам фигаро будет хорошо цвести сколько у нее бутонов она еще вернее а скот дождется мадам свою элли кроуз она тоже есть бутоны вот его пожрал надо удалить потому что ах пожранный много вредителей в этом году много болячек к сожалению вот на год не приходится вот в этом году так да и это мое идеальное сочетание три шаровидных розах помпончики а скот помпончики элли кроуз такая форма я просто не могу какие они симпатичные это элли кроуз просто прелесть вымахала правда длиннее выбилась у меня выше чем остальная композиция но смотрю что мадам фигаро тоже от нее не отстает смотрите какая она красивая фигарошечка немножко позже зацветает и здесь уже вовсю вовсю бушует мое розовое облако моя heavenly pink цветы у нее хоть и мелкие но их так много что самом деле как будто розовое облако с обеих сторон калитки и здесь еще одна мадам фигаро цветет тоже очень хорошо смотрятся шарики на фоне мелкой россыпи жемчужно розовых розочек смотрю просто аж не могу нарадоваться как это красиво как же это красиво это тоже мадам фигаро мадам фигаро и heavenly pink аделька ты куда смотришь и я вам похвастаюсь что у меня самый красивый вход во двор на всей улице вот просто без ложной скромности скажу что красивее чем у меня сейчас на улице ничего не цветет конечно есть много у нас роз но вот что вот так вот было ангела все еще продолжает свести с этой стороны мы тоже посадили один кустик он уже отцвел но он слабенький потому что с пересадкой да я что его и забывала поливать тут хорошо что вчера прошел дождь полил вы знаете дождем а земля то сухо боже мой совсем сухая земля хлистал ливень целый день а земля сухая но вы видели такое может быть потому что под под стенка здесь не знаю даже надо короче говоря полить чтоб не страдала вот и так что там у нас машина адель давай с дороги шнеевальцер уже цветает конечно же если сравнивать симпатии то цветет он меньше симпатии раньше расцветает и позже отцветает и если у шнеевальцера цветок уже такой не сильно свежий то под дождем он портится молодые цветы не портятся а вот те которые уже пожили или день-два-три те от дождя сразу гниют ну что делать что делать вот такие мы неженки скоро мне это предстоит все обрезать а пока еще буду любоваться еще долго любоваться он там какой сосед идет и сосед идет точно не тронет съезд и не заметит она смотрите 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 она какую позу приняла выжидающую после вчерашнего дождя погоды все никак не успокоиться такой ветер сильные но хоть не жарко это хорошо что я хотела сказать соседская собака отвлекла мое внимание а короче говоря про калину калин это тут меня обычно шариком растет но я ее стригу аккуратным аккуратным шариком а сейчас она так выросла и в принципе даже вписалась вот сюда в обрамление из роз но все равно мне нужно ее подстричь потому что это не дело я не могу насмотреться как же здесь сейчас красиво так я расскажу вам немножко про эти сорта сорта так это же красная у меня симпатии белая не белая она не совсем конечно белая она где-то кремоватая такая то что не и вальцер обеим розам по какой то есть это год короче они посажены у меня здесь в четырнадцатом году вот так и считайте сами heavenly pink тут у меня третий год два куста вот этим кустам уже тоже немало лет а скоту тоже уже лет наверное 6 в общем тут композиция такая не сильно молоденькая она уже устоявшиеся такая уже принявшая свою свой вид вот свою форму не нужно уже ждать когда она вырастет когда она уже какой-то объем заимеет вот так вот как она сейчас она уже у меня года четыре наверное не больше если не считать heavenly pink вместо heavenly pink у меня когда-то была роза тоже мелко цветковая лариса но ларису я отсюда убрала у меня ее забрала соседка на свою дачу потому что лариса мне не понравилось она сильно роняет цветы бутоны еще не распустившиеся видите и у нее тоже похожие грозди как у heavenly pink но дело в том что с тех грозди ничего не остается потому что вот на такой стадии бутончика она сбрасывает почти все бутоны это такой сорт это его свойства это не так чтобы это просто она у меня так росла плохо я знаю что многие на это жалуются но я дала девочки девочка сказала что ей для дачи все равно так что лепестков очень много нападала но я их даже и не спешу убирать вы знаете а мне нравится тут у меня еще дешеные я такая красненькая ягодка и и даже и вид этих опавших лепестков он ну дает такую я бы сказала что романтизм наверное да придает романтики и мне они как не кажутся мусором вот честно они высохнут буквально через день сейчас сделаю пару фоток пока солнце не слепит глаза и обстригу калину и вот смотрите как быстро и легко и главное послушно растребка превращается в шарик первая часть ближайшие полушария уже обрезана ну вот собственно готова ну что разница есть юра такой а чего такую маленькую зарабыла ну было такого она так обрастет что их не успеешь и глазом моргнуть конечно там пустота осталась потому что на своими ветками все пространство закрывала розам некуда было расти розы все вверх вырвались вот но ничего второе цветение зато будет я думаю что на этом месте там где надо в общем все нормально теперь мусор буду убирать но мы тут между тем собрались обедать обед очень простой сделали на мангале крылышки я сделала их в соусе взяла соевый мухи начинаются ты посмотри на них соевый мед и чеснок все очень просто и лавашик взяли вот шоке грузинский подогрели тоже на огне салатик простой из молодой капусты огурчиков и зелени и будем обедать а и винишко еще красное вино обязательно в честь выходного дня да адель ну вот и винишко полтора литра да хватит нам вообще я люблю мешать с водой когда жарко вино пополам и со льдом вот тогда это вкусненько зая приятного аппетита а